Наша недельная глава называется Вайтханан, или в наш кинадском Вайсханан. Что это значит? Вот у нас здесь есть переводы на русский язык, написано, как переводят, «И молился я». Мушар Абейну говорит, что он молился Всевышнему о том, чтобы Всевышний дал ему возможность все-таки войти в землю Израиля. «И молился я». Он рассказывает об этом еврейскому народу, о своей молитве. Но слово «молитва» здесь имеет очень сильное значение, гораздо больше, чем просто «молитва». Слово, я не знаю, как на русском слово «молитва», что оно означает. Но Медраж и вот Раф Шимшен Пинкус в своей книге Шерембетфила говорят, что, оказывается, есть либо 10, либо 13 разных способов молитвы. 13 разных способов молитвы. Их нужно перевести всех на русский язык, и это сложно. Потому что среди них есть крик, на-ка, ца-ка, разные. Ца-ка это вообще может быть даже без слов. Рина, прославление, тоже молитва. То есть, например, первые три благословления молитвы Шманайса – это рина, прославление Всевышнего. Там не нужно просить. Сам факт, подтверждение факта, прославление Всевышнего за его добро, которое он делает, и за тот союз, который он заключил с нашими праотцами – это вид молитвы, это способ молиться. Есть крия – позвать, есть упасть перед, есть филюль, то есть это обращение на основании какой-то логики. А есть тахануним. Вот это вот тахануним – это так молился Маша Рабейна. Тахануним. Как перевести слово тахануним? И есть очень интересная геморра в трактате Брахот. Геморра говорит так, что... Сказал Рабей Леезер. Тот, кто делает свою молитву постоянной – энт филато тахануним. Его молитва не тахануним. Говорит геморра, Майке, а что значит постоянной? Говорит геморра, его молитва для него как ноша. Она для него... он хочет ее сбросить. Рабоны говорят, что он не говорит ее «бэлашон тахануним». Не говорит ее способом молитвы тахануним. Что значит? Оба этих варианта приводятся на Валахе. Так объясняет Раф Пинкус, что имеется в виду. Итпалель... он приводит здесь... Как бедный, который просит у двери и спокойно. Чтобы не выглядело, что это для него тяжелая ножа, которую он хочет сбросить. То есть, просьба тахануним должна быть «бэ кэони амивакэш лихная пэтах», как бедный, который просит у двери. Раф Пинкус объясняет, что таханун – это молитва, просьба, не основанная ни на каких наших заслугах. Она основана только на том, что основная наша просьба ко Всевышнему – это матнат хинам. Дай нам без относительно наших заслуг, без того, что мы чего-то заслужили. Хинам. Хинам, значит, говорите, бесплатно. Она имеется в виду без какого-либо права. Так вот, вейтханан – это просто мольба. Это не просто молиться. Это мольба, понимая, что ничего нам не полагается. По закону, на основании каких-то логических посылок, мы ничего не можем просить. И говорит Раф Шимшан, Пинкус в этой книге, которая пропитана пониманием, что такое молитва, что это одна из основных форм молитвы – понимать, что у нас нет никаких заслуг, на которые мы можем опереться. Более того, Мушер Абдейну, в нашей неделе на главе, он тоже просил без основания каких-либо заслуг, хотя у него было много заслуг. Такой руководитель еврейского народа, как Мушер Абдейну, который через него прошла вся Тора, он стал Турат Муше, он стал тем, кто великий учитель еврейского народа, самый большой пророк, который был когда-либо в мире. Все равно никаких своих заслуг он просит у Всевышнего, более того, он готов войти в землю Израиля простыми временами, он готов передать управление еврейским народом Йошуо своему ученику. Только войти в землю Израиля. Это только просьба без относительно каких-либо заслуг. И это, так сказать, способ, который мы хотели бы сказать, что мы должны все этому учиться, обращаться к Всевышнему без относительно собственных заслуг. И написано, что там же в трактате Брахот, что тот, кто просит без относительно своих заслуг, Всевышний дает ему в его заслуге. И тот, кто просит, наосновываясь на своих заслугах, тогда в этой ситуации он может получить только заслугу других. Когда человек говорит, как бы, мне полагается, тогда он может получить только заслугу других. Гемора приводит так разницу между Мушерабейну и царем Хискияу. Окей, ну это тема отдельного влога. А в этом мы хотели объяснить, что такое вейтханан. Вейтханан – это значит «воз...» И не просто «молился я Богу», а «возмолил я Бога». Я молил о том, чтобы он мне дал безотносительно моих заслуг. Спасибо большое.